Этот китайский иероглиф означает любовь. Его ученики послушниц монастыря выучили совсем недавно. Чтобы научиться читать по-китайски, ребятам нужно выучить еще как минимум 500 иероглифов. Преподавать иностранные языки детям предложила послушница Надежда. По профессии она историк-востоковед. Пять лет жила и работала в Китае. Класс с благословения настоятельницы набрался быстро. Надежда умеет заинтересовать ребят увлекательным рассказом про каждый иероглиф. Так проще запомнить его значение. Святый Елисаветинский женский монастырь – самый крупный в Калининградской области. Здесь живут порядка 70 монахинь. Многие имеют высшее образование. Иннокиня Анна в миру работала юристом в Риме. На ее уроках итальянского всегда весело. Это Пиноккио, да? Пиноккио. А это кто? Чипполлино. Платье. А ты кто? Пиноккио. Уроки бесплатные или заумеренное пожертвование, которое монастырь направляет на обустройство Дома Милосердия. Для тех ребят, которые не могут приехать на очные уроки в монастырь, монахини проводят онлайн-занятия. Это знакомство с культурой, которая относит нас ко времени первых христиан. Потому что Италия несет в себе большое культурное наследие православного характера. Дети воспринимают это как игру, потому что итальянский язык, он интересный, эмоциональный. Обязательно жестикуляция в произношении слов. Поэтому, мне кажется, просто время проводим с удовольствием. Я хотела стать, когда вырос, переводчиком. Мне больше нравится китайский, потому что там интересная история иероглифов, какой иероглиф появился. Ребята говорят, учителя-монахини добрые и внимательные. На уроках английского, например, можно подтянуть знания и по школьной программе. Здесь всегда терпеливо объяснят и помогут запомнить сложные моменты. В школе города Славска преподают только английский и немецкий язык. Для тех ребят, которые хотят большего, монастырь стал самым настоящим лингвистическим центром. Кроме китайского, испанского, итальянского и английского языков, здесь скоро начнут преподавать еще и французский. Жанна Меллер, Наталья Красакова, Славск, ОТР.